В четырех весовых категориях, победитель Кубка Баркер, Олимпиады в Сеуле, серебряный призер Олимпийских игр там, что удивительно. Вот слушайте. Восемь побед, включая сорок одну победу нокаутом, восемь поражений. И его профессиональный рекорд, 65 лет. Вот такой же боксер предприятияного возраста. Дамы и господа, абсолютный чемпион мира в полутяженном весе. Вот вы слышите. Восьмикратный чемпион мира в четырех различных весовых категориях. Трижды призловавшимся лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий по версии журнала RIN. И действующий чемпион WBU в первом тяжелом весе. Дамы и господа, он неизбежный лид-эвэй-эвэй-чампион мира. Восьмикратный чемпион мира в четырех различных весах. Итак, Рой Джонс и его награды можно перечислять долго. Началось все в 88-м году на Олимпиаде в Сеуле. Он официально серебряный призер этой Олимпиады. Но все, кто видел его финальный поединок против местного бойца из Южной Кореи, нет сомнений, что Рой на самом деле этот бой выиграл. Это, ну, откровенно говоря, был грабеж судейский. Рой был очень расстроен. Хотел даже завершать свою карьеру. Но потом перешел в профессионалы. И добился сказочных высот. Чемпион мира в четырех весовых категориях. Впервые он стал чемпионом мира в 93-м году. Тогда это был средний вес. Они разыгрывали вакантный титул по версии IBF в поединке с Бернардом Хопкинсом, который до сих пор чемпион мира в 49 лет и вскоре будет драться с Сергеем Ковалевым. Тогда Рой стал впервые чемпионом. Но быстро рос, поднимался в весовых категориях. Потом был Джеймс Тони уже во втором среднем весе победы и чемпионский титул. Потом был полутяжелый вес, где Рой множество лет доминировал, побеждал, объединял множество титулов. Он поднялся в супертяжелый вес, победил Джонни Руиса и завоевал там чемпионский титул. В общем, карьера Роя – это нечто невообразимое, сказочное. И Рой по праву является одним из лучших боксеров в истории этого вида спорта. Он был признан боксером десятилетия в период с 90-го по 99-й год. И вот Краснодар, Баскетхолл и Рой Джонс-младший на наших экранах. После поединка с Денисом Лебедевым в 2011 году Рой Джонс проводит пятый бой. Но вот он в каждом году проводит по одному поединку. И свой последний бой он провел в Латвии. Выиграл в 12-раундовом бою в пятом раунде. До этого он дрался в Москве. Выиграл иогласным решением судей у французского бойца. Ну и так далее. Значит, 45 лет, как уже сказали. 67-й бой проводит Рой Джонс. 8 поражений, 4 из них дострочных. Ни одно ничьи. 58 побед, 41 нокаутом. Так поединок начался. Его соперник несколько выше ростом. Ничего не могу о нем сказать. Далеко не самый сильный боксер. Это видно по его технике. Я, честно говоря, не знаю, почему Рой Джонсу привезли именно вот этого боксера. Мне кажется, он его может уложить на любой минуте. И вот он первый нокаутопечный. Четко, ярко, быстро. Похоже, это на хаусском раунде. Да, 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 да. Ну вот. Так долго мы ждали этого боя. И так быстро он закончился. Ровно полторы минуты. Половина раунда длилась этот поединок. Ну, Рой Джонсу, я думаю, что уже на 10-й секунде было понятно, кто перед ним. И ничего не оставалось. В голову, может быть, постеснялся. Ударил по клубничью. Вообще, Рой Джонс по ходу своей карьеры отличался тем, что, потрясая своих соперников, зачастую отпускал. И продолжал с ними играться множество раундов. И даже доводил до решения судей. Здесь Рой, наверное, немножко перестарался. Он, может быть, и хотел бы подольше порадовать публику своим выступлением. Но удар оказался очень точным, очень жестким по печени. Ну, что ж, нокаут в первом раунде. Григорий, а мы с вами до боя обсуждали, как там все может произойти. И пришли к мнению, что, скорее всего, он будет играться. Все там с 10 раунгов. А если вот так вот все быстро, четко получилось. Но, в самом деле, это не игра боксера. Хотя он и во многом уступает как спортсмен по всем статьям. Своему именитому сопернику. Тем не менее, удар там был настоящий. И очень-очень жесткий. Давайте пожелаем здоровья и хорошего самочувствия Хане Атио. Будем надеяться, что с ним все в порядке. Да, там что-то серьезное. Ну, сейчас будут носилки. Скоро помощь, больница. Я почему-то думал, что Рэй Джонс выйдет в ринг с микрофона. Ну да, он обычно делает так. Но в этот раз все произошло проще. Не поднялся его соперник. Все нормально, говорит. Ну вот, все столько долго ждали, это все быстро закончилось. Бывает такое в боксе. Этим и интересен бокс. Все может закончиться буквально на первых шесть секундах. Если честно, я хотел бы посмотреть, конечно, этот бой. Но раунда 3-4 мне бы хватило. В первую очередь меня интересовал уровень соперника. Вот нашего, уже теперь нашего именитого боксера. Вот он этот удар, пожалуй, единственный. И, в общем-то, толку мы ничего не увидели. Ну, уровень соперника, я думаю, что мы, в общем-то, увидели. В данном поединке. Ну, разглядели так вот, чуть-чуть. Он, правда, раза три всего лишь попытался нанести удар, вот и все. Попытался дать понять Рою, что он хочет нанести удар. Даже я бы так сказал. Но единственное, что я успел заметить, скорость Роя Джонса, конечно, она уже не совсем та, что была раньше. Но, тем не менее, он один из самых быстрых боксеров первого тяжелого веса. Даже в свои 45 лет и даже, имея почти 70 боев за своими плечами. Очень много сейчас официальных лиц и неофициальных лиц в рейнге. И вот, дождем, вижу Делек Чесора, что он делает в Краснодаре. Мне интересно. Неужели он так любит бои Роя Джонса, что приехал посмотреть на него в Россию из Англии? Победу нокаута и остается чемпионом мира W.W. в первом тяжелом весе. Леди на челленд, его победа в нокауте. Раз пояса нет и он не был объявлен как титульный бой, поединок не был за звание чемпиона ТТ-версии, которую объявил Александр Загорский. Да нет, вот выносит пояс все-таки. Ну да, что-то есть. Ну, по нашим данным, бой должен был состоять из 10 раундов. Ну, это уже, конечно, не имеет значения. Хотя мы не против были бы, чтобы он продлился все эти 10 раундов. Да, ну и Би-Ю. Вот такая вот версия. Одна из второстепенных версий, не основных.